Добрый день, уважаемые участники тренинга. С вами адвокат по кредитам Юрий Никитин. Мы продолжаем наши дальнейшие занятия. Сегодня седьмое занятие, предпоследнее практического нашего тренинга «Первые шаги к ликвидации вашего долга». Оно называется «Пути выхода из долгов, медиация, банкротство должника и выкуп долгов». Оно и будет интересно, я надеюсь. Постараюсь за сегодня сказать много полезного. От простого к сложному. У нас сегодня занятие действительно сложное. Постарайтесь записать. И я думаю так, какие слайды я если не сделал, обязательно в записи будут. И в домашке определенные документы тоже приложу. Сегодня мы больше поговорим о стратегиях, о посредственном участии должника. То есть у нас, мы говорили с вами, где непосредственно сам должник принимает участие в регулировании задолженности перед банком. Это здесь, через какую-либо организацию, где вы решаете проблемы по вашим долгам. На прошлом занятии мы говорили с вами о мирных способах урегулирования кредитной задолженности. Я вам не успел осветить тему медиации. Ее необходимо обязательно не остановиться. У нас медиация это процедура, способ урегулирования споров при содействии посредника, так называемого медиатора, на основе добровольного согласия сторон. В 2010 году, 27 июля, президент Медведев подписал федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуры медиации. И с января 2011 года закон вступил в силу. Медиация может проводиться у нас в несудебном порядке. Это когда у спорящих сторон возникает затруднение в урегулировании спора, а намерения обращаться в суд у них нет. Но могу сказать так, порядка 50-60% всех спорных моментов за рубежом проводятся именно с помощью процедуры медиации. То есть специализированные организации, специально обученные люди, медиаторы, именно занимаются мирным урегулированием споров. К сожалению, у нас данный закон не прижился. Могу сразу сказать, мы пытались в 2011 году очень активно работать по этой процедуре. Очень мало банков, которые пошли навстречу. И действительно, мы довели до момента заключения соглашения проведения процедуры медиации. Я вам просто хочу сказать так в двух словах. Сама процедура медиации не должна превышать 180 дней. Для начала заключается договор со специализированной компанией, которая может оказать именно услугу с банком, решить вопрос до судебного урегулирования кредитного спора. И идет заявление о проведении данной процедуры от самого заемщика, от должника. В свою очередь и специализированная компания, которая заключила с вами договор на основании доверенности. Она также обращается с предложением к банку об обращении к процедуре медиации и предлагает проект соглашения о проведении именно этой процедуры. Я хотел заострить ваше внимание в том, что вы сами продумываете вопрос. Если вас это заинтересует, то находите именно ту организацию, которая может выступить именно тем третьим лицом, который будет заниматься с банком по всем взаимоотношениям вашей задолженности. Как я уже сказал, должного развития закон не получил. Нет у нас устоявшей практики по данной процедуре. Но в любом случае она имеет право жить, поскольку закредитованность населения большая, плохая отчетность многих банков по плохим кредитам и загруженность судов в принципе ставит вопрос по тому, чтобы все-таки к ней обратиться. И я думаю, что со временем это будет в любом случае как бы по жизни внедряться. В нами она используется в основном для очередного шага по должнику навстречу банку. То есть после того, как должник несколько писем сделал, банк вяло отвечает. В принципе, здесь можно вовлечь именно организацию, которая официально будет уже защищать того же заемщика в отношении банка. И в стадии досудебного регулирования начинает запрашивать официально документы те или иные и уточняет детали, допустим, кредитного договора. Ну, вам, конечно, уважаемые друзья, решать, когда и в каком объеме включать специализированную организацию в ваши дела. Потому что это я не договорил о том, что это может быть, допустим, не только даже в досудебном порядке, это может быть даже в рамках судебного процесса. В случае, когда стороны имеют право на любой стадии судебного разбирательства прервать процесс и обратиться к процедуре медиации. А на суд уже возлагается обязанность предложить сторонам использовать процедуру медиации. Тем же законом, который вы видите, были внесены поправки и изменения в гражданский кодекс именно в части внедрения этой процедуры на всех стадиях. То есть это и досудебно, и в рамках судебного процесса. Хотел еще раз повторить по поводу досудебного регулирования. Допустим, мы с вами какие цели должны достигать. Это реструктуризация, срочка кредитного договора, то есть отсрочка платежей и изменение условий договора. Также, допустим, погашение долговых обязательств, это возможно продажа залогового обеспечения, гашение долга по определенному графику, то есть если будет, допустим, реструктуризация или отсрочка и так далее. Но самый эффективный способ решения проблем с долгами все-таки считается это решение вопросов через суд.